В Крае удалось увеличить коечный фонд, снизить дефицит лекарств, а красноярцы стали реже обрывать горячую линию Минздрава, чтобы узнать результаты тестов на коронавирус. Такие итоги антиковидных мер на онлайн-встрече обсудили губернатор Края Александр Ус и главы муниципалитетов. Глава региона в режиме видеоконференции провел селекторное совещание с территориями. Так, в части районов удалось стабилизировать ситуацию благодаря профилактике, масштабным проверкам и рейдам. Губернатор напомнил, что руководители муниципалитетов несут личную ответственность за проведение мероприятий по снижению заболеваемости и предотвращению новых вспышек. Главы администрации, в свою очередь, подготовили подробные отчеты. Было проведено проверку 84, составлено 16 протоколов, в том числе два, это на индивидуальных предпринимателей. Мы еженедельно составляем планы рейдов, они выполняются. Перед началом совещания губернатор края посетил колл-центр Министерства здравоохранения. По номеру 8 800 156 53 жители региона задают специалистам вопросы и оставляют жалобы. По словам главврача Центра медицины катастроф Юрия Бурмистрова, с прошлого четверга после запуска онлайн-сервиса для просмотра итогов тестов на ковид, обращений по вопросам работ поликлиник стало меньше. Снижается и общее число звонков. В среднем их на тысячу меньше, чем месяц назад. Но глава региона отметил, это не повод расслабляться. Все муниципалитеты должны координировать профилактические меры и тесно сотрудничать с правоохранительными органами, особенно в период праздников. Несмотря на запрет проведения корпоративных праздников, прямо на улице вручается прохожим приглашение на разного рода веселительное мероприятие в кафе и ресторанах. Это абсолютно недопустимо. Необходимо не расслабляться, а действительно продолжать активную наступательную позицию для того, чтобы мы поддерживали очень высокий уровень организованности. Продолжение следует...